Там установлено, тут установлено, всё везде установлено. Вера Ильинична показывает результат своих мучений. Восемь лет пенсионерка жила под постоянным натиском своих соседей. Апогеем этой истории стало обрушение общей стены. Говорит, а это чего? А я говорю, это клеёнка. Вот тут их унитаз стоит, а вот тут моя квартира. Вот шкаф мой. Многочисленные фотографии и более ста обращений во всевозможные инстанции. Почти два года через сквозную дыру в стене пенсионерка видела и слышала всё, что происходило в соседней квартире. Найти решение проблемы удалось только после личного обращения к губернатору и депутату областной думы. В общем, заливал три раза, вот так вот фонтаном. Всё, упало, какие там обои. Всё мне, старенко дал задание своему прорабу, всё мне восстановили. Теперь у меня как в Кремле, все приходят ко мне, глядят, говорят, ну у тебя, ну я не знаю, теперь умирать мне нельзя. Не имею права. Альберт Старенко организовал ремонт за свой счёт, потому что доказать невиновность пенсионерке уже не удастся. Суд она проиграла и по его решению была обязана восстановить стену. Восемь лет была трагедия. Конечно, другой бы на моём месте. Давно бы улетел в небеса. Но я оптимист. И я надеялась, что люди когда-нибудь поймут, что нельзя никому делать плохо. Но за меня заступились. Стену отстроили практически заново. Сейчас закончены все отделочные работы. Как говорится, довели всё до логического завершения. Ну вот она, вы видите, она сейчас рада, довольна. Наконец-то её мучения, они уже длятся у неё, по-моему, на протяжении двух, а то и больше лет, наконец-то закончились. Поэтому я депутат, это моя работа. Я считаю, что мы всё-таки перед этим поколением всё равно находимся в долгу и обязаны во всём помогать, в чём только можем. Проблема ЖКХ по-прежнему остаётся одной из самых актуальных. И порой решение найти очень сложно. Люди оказываются в безвыходной ситуации и обращаются к парламентариям. Те, в свою очередь, стараются помочь каждому.